Маленькое объявление. Заметил, что достаточно много людей смотрят канал без подписки. Не забывайте подписываться, если вам нравится контент. И да, напоминания об этом работают. Многие просто забывают, а я напоминаю об этом редко. Также у меня есть инстаграм, где сейчас я начал выкладывать влоги. Недавно там появился влог о том, как мы снимали острые козырьки. А скоро выложу, как мы снимали этот ролик. Если хотите познакомиться со мной поближе, то переходите в мой инстаграм. А теперь выпуск. Привет, с вами Гео. В этом июне легенде советской рок-сцены Виктору Цою исполнилось бы 59 лет. Не так уж много на самом деле. Большинство музыкантов в этом возрасте продолжают активно писать новые песни и выступать. Скорее всего, Цой занимался бы тем же самым и считался бы почетным мэтром российской рок-сцены. Но все сложилось иначе. Цой врезался в Икарус и остался последним героем последних лет Советского Союза. Тогда появились все классические российские рок-группы. Чаев, ДДТ, Алиса, Наутилус, Помпилиус, Гражданская оборона и множество других. Но ни у одной из них нет такого большого количества поклонников, как у кино. Даже несмотря на то, что Цой умер больше 30 лет назад. Так что сегодня давайте посмотрим, как обычный скромный парень из Ленинграда превратился в икону. Почему его песни в России знают буквально все. И в каждом городе вы можете встретить стену с легендарной надписью «Цой жив». Даже если этот город находится в игре «Киберпанк». Я уверен, что многие сталкивались с непрофессиональным руководством и думали «Эх, меня бы на это место! При мне бы все работало, как часы!» Бывало такое. Что ж, почему бы тогда не перейти от слов к делу? Образовательная платформа Geekbrains представляет сразу два факультета для будущих диджитал-руководителей. Product и Project Management. Я не буду говорить, что эту профессию можно освоить прям с нуля. Вы, естественно, должны разбираться в предмете, которым собираетесь управлять. Но перед руководителем встают и другие задачи, которых нет перед обычными разработчиками. Именно тут вам и пригодится курс Geekbrains. Название специальности звучит похоже, но все-таки это две разные профессии. Product Manager — это что-то вроде предпринимателя внутри компании. Он умеет понимать, чего хотят пользователи и вместе с командой создает востребованный продукт. А Project Manager отвечает за подбор команды, распределение задач, сроки и бюджет. Он знает основы психологии и конфликтологии. Умеет правильно делегировать задачи и защищать проект перед любой аудиторией. Выбирайте, каким руководителем вы хотите стать. На курсе вы освоите необходимые хард и софт-скиллы. А все обучение построено по принципу постоянной практики. Вы будете тренироваться на реальных проектах, которые сразу можно будет записать в портфолио. А что дальше? Неужели можно просто получить такое образование и работа сама свалится на вас с неба? Ну, практически да. Geekbrains обещает, что все ученики, заинтересованные в поиске работы, найдут ее. И это не пустые слова. Гарантия трудоустройства записана в договоре на обучение. И вот вам еще один повод записаться на курс прямо сейчас. По моему промокоду Гео вы получите скидку. Переходите по ссылке в описании и сделайте новый шаг в карьере. Виктор Цой прожил всего 28 лет, а с его смерти прошло уже больше 30. А это значит, что его посмертная слава длится дольше жизни. Цой родился в Ленинграде в 62 году в семье корейского инженера и русской учительницы. По меркам СССР семья жила неплохо в престижном доме в трехкомнатной квартире. Но сам мальчик Витя вряд ли сильно радовался этому комфорту. Его комната была проходной, так что особо уединиться у него возможности не было. Причем так он продолжал жить до 20 лет, пока не снял отдельную квартиру. В школе он учился ни хорошо, ни плохо. Серые школьные занятия ему не нравились. Но и хулиганом-двоечником его тоже нельзя было назвать. Поэтому большую часть свободного времени Витя уделял чтению и рисованию. Причем рисованием он увлекался прям серьезно. Настолько серьезно, что думал о карьере художника. И отчасти эти мечты исполнились. Выставки картин Цоя до сих пор проходят во многих городах мира, включая США. И если помните, в ролике про Кобейна я говорил, что он тоже любил рисовать. Но это далеко не единственное, чем судьба Цоя была похожа на судьбу Кобейна. Но было и немало различий. Например, событием, которое сильно повлияло на Кобейна, стал развод родителей. Родители Цоя тоже развелись, когда мальчику было 11 лет. И возможно это стало бы поворотным моментом в его жизни. Но всего через год мать и отец вновь поженились. И стало все как прежде. Особенно теплые отношения у Цоя сложились с матерью, которая поддерживала сына во всех начинаниях. И которую он не раз благодарил за это. А в пятом классе родители делают ему важный подарок. Гитару. Причем это была не привычная нам шестиструнная гитара, а русская семиструнная. Она отлично подходит для романсов, но никак не для рок-музыки. Но дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому Цой начал учиться играть на том, что было. Первую группу Виктор собрал еще в 13 лет. Вместе с двумя друзьями по художественной школе. По воспоминаниям одного из этих друзей, Цой поначалу вообще не умел играть на гитаре. Поэтому они все вместе скинулись на басуху. Ведь на ней всего 4 струны. А значит, проще научиться. После окончания художественной школы, Цой твердо решил, что хочет связать свою жизнь с творчеством. И попросил у родителей разрешения не доучиваться до 10 класса. А уйти и учиться на художника. И родители разрешили. Так он оказался в художественном училище имени Серова. Все учителя отмечали бесспорный талант Цоя. Но жаловались, что он хорошо рисует только то, что хочет. А выполнять всякие учебные задания он либо отказывается, либо делает на отвали. Но поведение Цоя можно было найти нормальное объяснение. Дело в том, что в училище его заставляли рисовать различные агитационные плакаты во славу коммунизма и трудового народа. А это ему казалось фальшивым искусством. Поэтому он все больше и больше увлекался музыкой. На первом курсе у Цоя наконец-то появилась настоящая рокерская гитара. Модная в то время 12-струнка. А получил он ее вот как. Родители Цоя уехали отдыхать на юг и оставили ему 90 рублей на карманные расходы. По их расчетам этого должно было хватить на покупку продуктов в течение месяца. Но что сделал Цой? В первый же день побежал в магазин и почти на все деньги купил гитару за 87 рублей. А на сдачу взял беляши у метро. Отравился и блевал несколько дней. С тех пор Цой беляши никогда не ел. Зато новая гитара позволила ему собрать первую настоящую рок-группу с несколькими другими студентами. Но группе скоро пришел конец, как и учебина художника. На втором курсе Виктора и всех, кто играл вместе с ним, выгнали за неуспеваемость. Но на самом деле причина была далеко не в плохих отметках. Их отчислили за занятия рок-музыкой, которая якобы растлевала советскую молодежь. И мало того, что они играли западную музыку, так еще и, как говорится, имели вызывающий вид. Это сейчас мало кого удивляет, что люди ходят в чем попало. От дорогих костюмов до рванных обносков с цветными волосами. А тогда к любому, кто выделялся, относились подозрительно. К тому же это был 79-й год, начало войны в Афганистане. Можно спросить, при чем тут вообще Афганистан? А училище Серова в то время было главным рассадником пацифизма. А их главным символом была булавка. Обычная булавка, ее можно было носить как сережку, брошь или подвеску. Изначально булавки были одним из символов панков, сопротивления мейнстриму, войне и восхвалению свободомыслия. Короче, по мнению администрации училища, такие символы были недостойны советских художников. Поэтому всех этих панков, рокеров и пацифистов в странных одеждах повыгоняли нафиг. И что дальше делать? Куда пойти человеку без законченного школьного образования? И тут опять помогли теплые отношения с родителями. Сою никто не ругал за отчисление. Мать, наоборот, поддерживала сына и сказала, чтобы он делал то, что умеет. Сначала Цой решил попробовать себя в другой творческой профессии и попытался поступить в театральный институт на кукольное отделение. Но не прошел по конкурсу. И тогда пошел на завод. Виктор устроился в штамповочный цех по изготовлению замков. От тяжелого монотонного труда в постоянном шуме у молодого Цоя начала ехать крыша. Это только в фильмах молодой комсомолец с радостью работает на токарном станке от звонка до звонка. В реальности все наоборот. Плюс к этому работа съедала все свободное время. Цой не мог ни читать, ни рисовать, ни играть на гитаре. И тогда именно мать настояла, чтобы Цой бросил работу. И вот как раз в этот момент можно назвать поворотным в жизни будущего легенды. Цой сам признавался, что он начал путь профессионального музыканта после того случая. И очень благодарен матери за это. Вскоре Цой нашел новое место учебы – ПТУ. По профессии резчик по дереву. И попал в тусовку ленинградских рокеров. Где тогда были чуть ли не все будущие звезды отечественной рок-сцены. Там же он познакомился и с Алексеем Рыбиным. С которым скоро создаст ту самую группу кино. А пока оба друга проводят много времени с Андреем Пановым, которого в то время считали главным панком Ленинграда. И вскоре Панов позвал двух молодых людей играть в его группе. Под специфичным названием «Автоматические удовлетворители». Для 18-летнего Цой это был прям супер успех. Виктор по-прежнему не выступал как солист, а играл на бас-гитаре. Потому что, в отличие от подавляющего большинства рокеров, от природы был замкнутым и стеснительным. Но это не помешало на одной из таких рокерских тусовок встретить свою будущую жену Марианну. Которая была на 4 года старше и уже имела хорошую административную работу в ленинградском цирке. Их знакомство прошло не слишком удачно. Все перепились в говно. И Марианна, которая считала себя уже взрослой девушкой, была в шоке от этих малолетних бунтарей. А когда Цой попросил у нее оставить номер телефона, то она со злостью написала цифры чуть ли не помадой у него на лбу. Но, тем не менее, чем больше они общались, тем больше она проникала с симпатией к этому неразговорчивому мрачному парню с необычной внешностью. ПТУ Цой, кстати, закончил плохо. Он часто пропускал занятия, поэтому ему даже вместо диплома выдали справку об окончании училища. Тем не менее, среди преподавателей он считался очень талантливым студентом. Поэтому получил распределение в мастерскую Екатерининского дворца в Пушкине. Это считалось очень престижным местом. Туда даже по блату было сложно попасть, не говоря уже про простых студентов без диплома. А Цой мало того, что получил работу, так еще и зарекомендовал себя отличным специалистом. Его даже впервые показали по телевизору, как одаренного резчика по дереву. Тем не менее, работу эту Цой скоро бросил, потому что она мешала репетировать. Цою приходилось вставать каждый день в жуткую рань и ехать на электричке в соседний город. С вольной жизнью музыканта такой образ жизни явно не сочетался. Тем более, что там у Цоя начались первые успехи – автоматические удовлетворители. Получили некоторую известность в русском андеграунде и начали регулярно выступать на подпольных концертах. А вскоре начали даже ездить в Москву на квартирники Артемия Троицкого. Причем, так как ни у кого не было денег, до Москвы музыканты добирались на электричках. А вскоре случилось и еще одно важное событие – Виктор Цой начал писать песни. Лидер группы «Удовлетворители» вспоминал, что для него это не было неожиданностью. Цой на фоне большинства друзей сильно выделялся эрудицией и музыкальным талантом. Он лучше всех научился снимать аккорды на слух. Так что начать писать собственные песни Цою мешала только закомплексованность. Однажды во время очередной репетиции пьянки друзья начали буквально заставлять Цоя что-нибудь написать. В конце концов Виктор не выдержал, вышел в коридор и буквально за два часа написал свою первую песню. Получилось неплохо. А спустя несколько недель Цой принес на репетицию свой первый хит «Мои друзья идут по жизни маршем». Это была то ли вторая, то ли третья песня, которую написал 19-летний Цой. Но именно она стала его билетом в мир популярной рок-музыки. Сначала Цой спел ее на каком-то ленинградском концерте, после которого главный пропагандист советской рок-музыки Артемий Троицкий сказал, что вот та шпана, которая сотрет нас с лица земли. Потом на каком-то дне рождения песню услышал Майк Науменко, который на тот момент уже был популярным музыкантом, лидером группы «Зоопарк». Он потом тоже вспомнил, что песни ему понравились сразу и навсегда. Ну и наконец наибольшее влияние на Цой оказала встреча с Борисом Гребенщиковым. Они не были знакомы, но вместе возвращались на электричке с концерта Гребенщикова в Петергофе. И Цой прямо в вагоне спел ему две песни. Одну Гребенщиков даже не запомнил, зато «Мои друзья» повергли его в культурный шок. Сам Гребенщиков описал эту встречу так. «Когда слышишь правильную и нужную песню, всегда есть такая дрожь первооткрывателя, который нашел драгоценный камень или амфору бог знает какого века. Вот у меня тогда было то же самое». Гребенщиков стал, можно сказать, продюсером начинающего музыканта. Пообещал свою поддержку, а позже познакомил со всей подпольной рокерской богемой тех лет. Даже с Сергеем Курехиным. Это который придумал знаменитую передачу «Ленин грипп». В общем, дела пошли на лад. Летом 1981 года Цой вместе с Рыбиным ушли из группы «Удовлетворители». И вместе с еще одним другом Олегом Валенским создали новый коллектив с громким и сложным названием «Гарин и гиперболоиды». Такая отсылка на классику советской фантастики. Но в таком составе группа просуществовала недолго. Скоро Валенского призвали в армию, и группа осталась без барабанщика. Но парни не бросили репетиции, а название сменили на привычное нам кино. Кстати, название предложил сам Виктор Цой после многочисленных споров. Его аргумент был простой. Пусть будет кино. Какая, в принципе, разница? И слово «хорошее» всего четыре буквы. Можно красиво написать на обложке альбома. Так и решили. И начали записывать свой первый альбом. Ну, то есть как начали? Все-таки СССР — это не США. Здесь нельзя было просто прийти в студию, сделать диск и начать его продавать в магазинах. Или хотя бы среди друзей. До 86-го года в стране официально могла выпускать пластинки только одна компания. Государственная мелодия. А туда без официальной регистрации в госконцерте было не попасть. Поэтому подпольные рокеры тогда писали альбомы буквально на коленке. Во всяких подпольных студиях. Если вы когда-нибудь слышали записи русских рокеров 80-х годов и удивлялись, почему там такой плохой звук, будто из ведра, то это как раз потому, что музыкантам приходилось извращаться кто во что гораст, без нормальных микрофонов и записывающих устройств. Тут опять на помощь молодой группе пришел Гребенщиков. В то время он, наверное, верил в кино больше, чем какой-либо другой человек в стране. Гребенщиков знал культового подпольного звукорежиссера Андрея Тропила, который вел кружок любителей звукозаписи в Доме пионеров. В рок-тусовке он был известен тем, что тайно записывал почти все культовые группы того времени. И двое вчерашних подростков ноунеймов были в этом ряду чем-то странным. Алексей Рыбин вспоминал. Попав в настоящую студию, мы слушали Тропила как бога отца и Гребенщикова как бога сына. Мы выглядели послушными и боязливыми. И были счастливы уже от того, что у нас есть возможность записываться. Сою тогда было всего 19 лет. Если вы послушаете первый альбом группы кино, то услышите там кучу разных инструментов. Колокольчики, виолончель, флейту. Но откуда такое разнообразие, если кино тогда состояло всего из двух человек? Тут опять не обошлось без Гребенщикова. Он попросил помочь в записи музыкантов из группы Аквариум. И одолжил Рыбину свою электрогитару. А вместо барабанщика было решено использовать драм-машину. Больше всего возни было как раз с этой машиной. Цой и Рыбин плохо слышали ее в студии и постоянно сбивались с ритма. В конце концов решение нашел один из музыкантов Аквариума. Он просто стал дирижировать из аппаратной. И так кое-как запись удалось закончить. Над названием Цой долго думать не стал. Альбом назвали 45. По плану это должно было символизировать общую длительность всех песен. Но по факту в последний момент музыканты решили убрать из финальной версии одну песню. И длительность альбома сократилась на 3 минуты. Так что по идее более правильным названием было бы 42. Как ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Уже после смерти Цой альбом перемонтировали и добавили ту самую недостающую песню. А сразу после завершения записи Гребенщиков решил устроить музыкантам настоящую презентацию. На самой престижной рок-сцене тех лет. В Ленинградском рок-клубе. И это было еще то зрелище. Во-первых, барабанщик в группе все еще не появился. Поэтому драм-машину использовали и на этом концерте. Причем каким-то вообще удивительным способом. По идее перед каждой песней эту машину нужно заново программировать. На новый ритм. Но так как это долго, а нормального программиста под рукой не было, то Гребенщиков нашел выход из ситуации. Драм-машину просто записали на пленку. А потом пустили фонограмму. А еще во время концерта кассету никто не остановил. Так что интервал между песнями был всего 7 секунд. И музыканты должны были играть практически без перерыва. Получился полный трэш. Но была и еще одна проблема. Концерт нужно было репетировать. И естественно в рабочее время. И просто отпроситься у начальства на концерт было невозможно. Поэтому Рыбин симулировал болезнь, чтобы несколько дней не ходить на работу. А Цой пробулял занятия в училище якобы по семейным обстоятельствам. А еще внешний вид музыкантов был крайне далек от того мрачного образа кино, который мы видели на более поздних концертах. С середины 80-х Цой одевался только во все черное. Но для первого концерта их разодели как боевых попугаев. На Цой была позолоченная жилетка с кружевами и поддельными бриллиантами. А Рыбина с помощью лака для волос и реквизиты из театра юного зрителя сделали кем-то типа Франкенштейна. В общем, кино выглядело пародией на советские вокально-инструментальные ансамбли. И как только музыканты появились в таком виде на сцене, из зала тут же донеслись негативные выкрики в духе «Эстрада сопливая». Но после того, как Цой начал петь, крики поутихли. А на последней песне на сцену выскочил Гребенщиков и Майк Науменко. И концерт закончился аплодисментом. Но критики были настроены более пессимистично. Сначала в подпольном журнале «Ухо» вышла статья, где песни Цоя назвали «расславленным бряцанием по струнам», в котором серной кислотой вытравлены всякий смысл и содержание. А руководительница рок-клуба Татьяна Иванова устроила музыкантам настоящий разнос в духе партийных работников. Сейчас даже зачитаю. Ну и что ты хочешь сказать своими песнями? Какова идея твоего творчества? Что ты бездельник? Это очень хорошо? И остановки только у пивных ларьков это что? Все теперь должны пьянствовать. Ты это хочешь сказать? А что за музыка у вас? Это, извините меня, какие-то подворотни. В общем, обвинила в отходе от идеалов рока. Это было вызвано, опять же, тем, что в руководстве рок-клуба и в жюри рок-фестивалей обязательно должны были входить такие вот ответственные товарищи, которые следили за правильностью песен и летовали тексты. Да, вот вам еще одно новое слово. Литовка. На официальных концертах ни один музыкант не мог исполнять ни одну песню без предварительного одобрения специальной творческой комиссии. Но время все расставило по своим местам. Вскоре у группы начали появляться поклонники. Альбом 45 вошел в список лучших рок-альбомов позднесоветской эпохи. А песня «Восьмиклассница» вошла в топ-100 лучших российских рок-песен. Но пока на дворе 82-й год, к Цою пришел первый успех. Пусть он не был таким впечатляющим, но у него были все возможности, чтобы двигаться дальше. Первым делом Цой и Рыбин начали искать новых музыкантов и готовиться к записи второго альбома. И тут между ними случился первый конфликт. Так получилось, что все творческие задачи на себя взял Цой, а администратором стал Рыбин. Он же нашел и двух новых кандидатов, среди которых был Юрий Каспарян. Если кто не знает, Каспарян – это будущий бессменный соло-гитарист группы кино. Но сначала Цой был крайне недоволен тем, что Рыбин привел его на репетицию. Цой даже устроил небольшой скандал, мол, «Нафига ты вводишь сюда незнакомых людей?» Но после прослушивания все же смягчился и извинился перед Рыбином и пригласил Каспаряна в группу. В 83-м году состоялся третий концерт кино, уже в новом составе. И прошел он фиг его знает как. Все участники событий описывают его по-разному. Жена Цой уверена, что это был полный провал. И Рыбин кривлялся как ненормальный. К тому же выступал с расстегнутой ширинкой. Новые участники группы явно не справлялись со своей задачей. А вот Рыбин, наоборот, писал, что все было зашибись. И публика была в восторге. А еще перед концертом в рок-клуб пришли сотрудники КГБ. И вызвали Цоя и Гребенщикова на серьезный разговор. Типа, осторожнее тут, чтобы никаких там вольностей на сцене. Разумеется, беседа вызвала прям обратное действие. Концерт прошел на грани истерики. Кино и аквариум работали так, будто находились на сцене в последний раз. Впрочем, для Рыбина это так и произошло. Разрыв между друзьями произошел внезапно и по телефону. Цой хотел как можно быстрее начать запись второго альбома и сказал, что нужно опять сделать его с музыкантами аквариума. Рыбину такой подход не нравился. Зачем они тогда искали новых участников группы, если записывать альбом нужно все равно без них? Ну да, они не так круты, как чуваки из аквариума. Но это не повод отодвигать их в сторону. Нужно просто отложить запись, порепетировать подольше и все будет окей. На что Цой ответил, что его альбом должен быть безупречен по музыке. Тут уже пришла пора возмущаться Рыбину. Типа, что это значит твой альбом? Ты ж не один играешь, а в группе. И надо решение принимать всем вместе. Цой пригрозил, что вообще-то может сделать записи без помощи Рыбину. Тот ответил, ну и пожалуйста, и бросил трубку. То, что выглядело как глупая маленькая ссора, оказалось конфликтом на всю жизнь. После этого разговора Цой и Рыбин никогда не встречались. А если и пересекались на каких-то концертах, то не разговаривали друг с другом. А вот Каспарян, которого Рыбин привел в группу, остался. Но качество его игры Цой действительно не устраивал. Поэтому он отказался от новых концертов и пытался добиться от него нужного звучания. А тут на горизонте появился их общий друг, Алексей Вишни. Он рассказал, что недавно купил новый магнитофон и пригласил парней к себе, чтобы его потестить. Цою это показалось отличной идеей. Они могли записывать несколько песен в качестве рабочего материала, чтобы Каспарян мог репетировать один. А они буквально за два дня записали 15 песен. Алексей Вишнев шутку сказал, что было бы круто назвать новый альбом 46. Цой посмеялся, но Алексей принял это за одобрение. Так что он свел все звуковые дорожки вместе и отнес несколько копий кассеты на работу. Потом у него кто-то попросил еще и еще и еще. И в конце концов запись расползлась по всему городу. Цой был жутко недоволен, что его черновые записи для репетиции ушли в народ. Словно это был полноценный альбом группы. Он же хотел, чтобы новый альбом был с идеальным звучанием. А в итоге получил странную хрень на две гитары, записанную на обычный магнитофон. Но отменить уже ничего было нельзя. Так что Цою в конечном счете пришлось смириться. Тем более, что ему как раз исполнился 21 год. И у него появилась более серьезная проблема. Армия. И встал вопрос, служить или не служить. Музыканты тогда косили практически все. Во-первых, из-за антивоенных убеждений. А во-вторых, из-за страха, что за два года отсутствия на сцене про них все забудут. И этот страх, кстати, не был надуманным. Помните такого Олега Валинского? Это с кем Цой создал первую группу. А потом его забрали в армию. Так вот, на этом его карьера музыканта и закончилась. После службы, как и все нормальные советские люди, закончил ПТУ. Пошел работать на железную дорогу. А сегодня внезапно работает вице-президентом РЖД. В общем, из панк-рокера превратился в чиновника. Наверняка он своей жизнью полностью доволен. Но такая судьба была точно не для Цоя. Так что он подумал и решил, обязательно нужно откосить. Цой симулировал самоубийство и его отвезли в психушку на обследование. Они с женой думали, что это продлится всего пару недель. Но вместо этого музыканта продержали в психдиспансере полтора месяца. Во время которого Цой реально чуть не сошел с ума. Зато написал несколько новых песен. И после своего следующего появления на сцене стал настоящей звездой андеграунда. Группа кино стала лауреатом второго фестиваля рок-клуба. А песня «Я объявляю свой дом безъядерной зоны» была признана лучшей антивоенной песней. Сейчас может показаться, что звание лауреата какого-то там фестиваля звучит глупо и незначительно. Но в то время для любой рок-группы это был прям знак качества, открывающий все двери в рок-тусовке. Примерно тогда же Цой полностью изменил свой имидж. Отныне никаких цветных жилетов с блестками. Теперь он будет одеваться всегда только в черный. Иногда добавляя к образу белый шарф. А еще Цой нашел собственного кумира, легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Он пересмотрел по несколько раз все фильмы, которые мог найти в СССР. Купил мунчаки и повесил дома на стене. Но при этом, что интересно, Цой вообще не любил драться. Если он видел, что назревает драка, то предпочитал убежать. А еще в кино наконец-то появился собственный барабанщик. Так что группа начала работу над новым долгожданным альбомом «Начальник Камчатки». Помимо самих музыкантов, записи приняли участие чуть ли не половина тогдашних звезд ленинградской рок-сцены. Ленин Гриб Курехин, Гребенщиков, Александр Башлачев и даже саксофонист Игорь Бутман. Вам это имя, может быть, ничего не говорит. Но сегодня это один из лучших джазовых саксофонистов России. И по совместительству член высшего совета партии «Единая Россия». Вот так вот порой не знаешь, у кого как сложится жизнь. В общем, новый альбом, вышел свет и кино практически без перерыва начали работать над новым. Где-то в перерыве Цой успел жениться и записать сольный мини-альбом, просто под гитару. Тогда же появилась знаменитая песня «Мама анархия». В общем, каждое новое выступление и запись добавляли Цою новых поклонников. Группа уверенно шла вверх, хоть и пока ни о какой всесоюзной славе речь не шло. Зато в 86-м году песни кино выходят, где бы вы думали, в Америке. И вот как это случилось. В советской рок-тусовке была одна американка Джоанна Стингрей. Она приехала в СССР в 84-м году как турист. Познакомилась с Гребенщиковым, а через него и со всеми остальными. Короче, как видите, в 80-е все вертелось не вокруг Цоя, а вокруг Гребенщикова. В общем, Джоанна с тех пор постоянно каталась в СССР. Тусила с музыкантами, привозила недоступное американское оборудование и даже подарила Цою легендарную электрогитару Фендер Стратокастер, чтобы он наконец-то перестал играть на дровах. Через пару лет Джоанна, кстати, выйдет замуж за гитариста кино Юрия Каспарян. А пока она предложила издать сборник советских рок-песен на Западе. Естественно, по советским законам так было делать нельзя. Поэтому пленки с записями Джоанна вывезла контрабандой в кублуках-ботинках. В 86-м году альбом под названием «Красная волна» был издан в Калифорнии. Кроме кино, там были песни «Аквариума», «Алисы» и практически забытой сегодня группы «Странные игры». Джоанна так гордилась своим детищем, что послала по одному экземпляру президенту каждой сверхдержавы – Рейгану и Горбачеву. С запиской, типа то, что не удается сделать дипломатам, успешно делают рок-музыканты. Правда, в США пластинка осталась практически незамеченной. Ее издали тиражом всего 10 тысяч. Чтобы понять, много это или мало, то вспомните мой ролик про Кобейна. Там Курт начал искать нового продюсера как раз после того, как ему показалось, что его первый альбом очень мало продается. Очень маленьким, по мнению Кобейна, был тираж в 40 тысяч копий. А вот в Советском Союзе реакция была совсем другой. Сначала от Гребенщикова потребовалось написать открытое письмо, что он, мол, возмущен таким подлым поступком. И вообще песни издали без его согласия. Но потом он на всякий случай быстро организовал запись «Аквариума» на фирме «Мелодия», чтобы создать у западной публики впечатление, что рок-альбомы у нас доступны всем желающим. А я напомню, что «Мелодия» была единственной на весь СССР компанией, которая могла официально записывать музыку. Но это было не единственное ограничение, с которым приходилось сталкиваться рокером. Дело в том, что тогда существовала статья «Затунеядство». Ну то есть, если у тебя нет официальной работы, значит, добро пожаловать в тюрьму. А выступать без соответствующего разрешения сверху было незаконно. В лучшем случае это можно было назвать самодеятельностью. Но не работай. Поэтому, чтобы не попасть за решетку, все должны были где-то работать или учиться. И в 86-м году восходящая звезда советской рок-сцены Виктор Цой работал уборщиком в бане. Ему нужно было каждый день приходить на один час и мыть бассейн из бронспойта. Работа ненапряжная, но проблема в том, что она была с 22 до 23 часов, в самое активное время для настоящего рокера. Время концертов и ночных попоек. Так что вскоре Цой уходит из бани и по приглашению друга устраивается кочегаром в знаменитую котельную «Камчатка». Это был прям супер-вариант. Во-первых, простые требования. Нужно было всего лишь не забывать подкидывать уголь в печку. А во-вторых, свое подвальное помещение, где можно было тусить с друзьями. Так что вскоре котельная стала не только работой, но и местом неофициальных концертов. Сегодня «Камчатка» — это музей Виктора Цой. Здесь находится много его личных вещей и продолжают выступать рок-группы. Хотите окунуться в атмосферу русского рока 80-х? Тогда сходите сюда. Еще 86-й год запомнился для Цои его первыми съемками в кино. Тут вы можете спросить, это какое еще кино? С чего вдруг официальным режиссерам снимать какого-то ноунейма кочегара без образования, да еще и сомнительной репутации рокера? Но ответ довольно прост. Рокеры — это советская богема тех лет. С музыкантами постоянно тусили и другие творческие люди. Молодые поэты, писатели, художники и режиссеры. И как раз один из таких студентов режиссеров предложил участникам кино сняться в его дипломном фильме «Конец каникул». То есть, по сути, первый фильм Цоя — это даже не совсем фильм, а студенческая работа. Съемки проходили в Киеве, всего через несколько недель после Чернобыльской катастрофы. И что интересно, режиссер не смог защитить диплом с этим фильмом. Ректор университета во время экзамена назвал музыкантов кино фашистами и приказал уничтожить пленку. Но в последний момент фильм удалось украсть, благодаря чему мы теперь можем посмотреть на первую актерскую работу Цоя. В этом же году Цоя снимается еще в одном студенческом фильме — у своего знакомого Рашида Нугманова. И в этот раз более удачно. Картина «Яха» получила несколько кинопризов и открыла Нугманову дорогу в большое кино. И вскоре за собой он приведет туда и Цоя. В 87-м году Нугманов приглашает музыканта на съемки своего первого полнометражного фильма «Игла». И вот тут для кино случается настоящий прорыв. Несколько месяцев они вообще не выступают и записывают новый альбом «Группа Крови». Во время работы над фильмом Цой пишет одну из самых знаменитых песен — «Звезда по имени Солнце». И Советский Союз захватывает киномания. «Игла» заняла второе место в прокате среди советских фильмов. Виктор Цой был признан актером года по результатам зрительского голосования. У кино начинаются триумфальные гастроли по всей стране. И в каждом городе — аншлаг. Русский рок во главе с Цоем окончательно вышел из-под поля. А еще Цой познакомился с первым в своей жизни настоящим продюсером Юрием Айзеншписом. Это был прям прирожденный администратор. В Америке он мог бы стать главой крупного лейбла и спродюсировать кучу известных групп. А в СССР Айзеншпис 17 лет отсидел в тюрьме за валютные операции. В общем, человек умел делать деньги буквально из воздуха. Благодаря нему гастрольный тур кино был расписан на год вперед. И в каждом городе музыкантов ждали лучшие условия и лучший гонорар. Цой смог съездить в США, а его новый альбом сводили профессиональные французские звукорежиссеры. А еще Айзеншпис организовал поход музыканта на телевидение — сверхпопулярную тогда программу «Взгляд», где Цой довольно откровенно ругал власть. В личной жизни у него тоже случались важные перемены. Он ушел от жены и стал жить со своей новой любовью киноведом Натальей Разлоговой. Что интересно, и жена, и Наталья были старше Виктора на несколько лет. Кстати, есть еще один интересный вопрос. А как Цой справлялся с внезапно свалившимися на него славой и богатством? По воспоминаниям многих друзей, к деньгам он начал относиться с большим интересом. Еще до выхода на экраны иглы Цой говорил, что все рассчитал. Сейчас он типа специально не выступает, а после иглы будет ломовой подъем. И в общем правильно рассчитал. Цою нравился пафос и нравилось чувствовать себя звездой. Однажды на один из его концертов собрался неполный зал. Так Цой заявил, что выступать не будет. А перед последним гастрольным туром Цой хвастался друзьям, что они себе целых 80 концертов зарядили. А когда его спросили, типа, ты что, все деньги мира хочешь заработать? То Цой ответил, а что, пока можно зарабатывать, надо зарабатывать. В общем, многие друзья говорят, что Цой, что называется, словил звезду. Впрочем, не он один через это проходил. И кто знает, смог бы он справиться с этим испытанием. Может быть да, а может быть и нет. Но как бы то ни было, в 90-е Цой точно мог бы стать очень богатым человеком. И ездить на Мерседесе вместо москвича. А вместо съемной квартиры купить шикарные апартаменты в центре Москвы. Кстати, да, на последнем году жизни Цой разочаровался в Ленинграде и переехал жить в столицу. Но все же, несмотря на любовь к деньгам, Цой всегда работал честно. Когда ему предложили еще больше увеличить количество концертов и начать выступать под фонограмму, как делали поп-исполнители, он категорически отказался. И отказывался выступать в сборных концертах. Даже если за пару песен ему предлагали гонорар, как за целое выступление. Так что все-таки живой разговор со зрителем был для Цой важнее денег. Последний гастрольный тур кино начался в мае 90-го года. Он оказался для музыкантов самым изнурительным из всех. Они выступали на самых крупных площадках страны. Открылся тур с концерта в спорткомплексе «Олимпийский». Тогда все прошло хорошо, но уже во время второго концерта в Ленинграде случилась первая неприятность. На разогрев у кино выступала французская рок-группа. Цой был лично знаком с музыкантами и специально попросил зрителей послушать их песни. Но зрители требовали только кино. Они освистывали французов, закидали их всяким мусором, а лидеру группы даже разбили голову бутылкой. Именно после этого случая Цой решил, что ленинградские фанаты его предали и окончательно переехал в Москву. Но такие случаи начали происходить по всей стране, особенно в Сибири. Разъяренная публика не хотела слушать никого, кроме кино, оскорбляла и закидывала различными предметами других музыкантов. В конце концов, группы, которые должны были выступать на разогреве, просто отказывались это делать. Концерт в Севастополе киношникам пришлось прервать прямо посреди песни, потому что толпа фанатов опасно приблизилась к сцене. Музыканты просто бросили гитары и сбежали. А в Братске выступление чуть было не спровоцировало массовые беспорядки. Точнее, не сам концерт, а его отмена. В последний момент продюсер Айзеншпис решил отказать организаторам, потому что они, по его мнению, хотели кинуть музыкантов на деньги. Но поклонников такое решение не устроило. И они толпой отправились в гостиницу, где жила группа. Туда же отправился и местный начальник ОВД. Он лично попросил музыкантов все же не отменять концерт, потому что в городе нет армии, и защищать гостиницу от фанатов попросту некому. В итоге Цой согласился выступить, но везти его к стадиону пришлось на бронетранспортере. Пора. Завершились гастроли грандиозным концертом на московских Лужниках. Было продано 70 тысяч билетов, а на стадионе вновь зажгли Олимпийский огонь. Это самое крупное выступление в жизни Цоя. Одновременно стало его последним. После концерта Цой объявил в микрофон, что группа работает над новым альбомом. Уже написаны все песни. Осенью ждите. Но, конечно, вы все знаете, что случилось дальше. Всего за два дня до последнего концерта Цой наконец-то получил водительские права и купил свою первую машину «Москвич 2141». В планах у него было завершить развод, жениться на новой девушке, купить квартиру в Москве и сделать новый альбом. Но пока всем нужен был перерыв, поэтому Цой снял дачный домик в Латвии и отправился на пару месяцев отдыхать подальше от любопытных глаз фанатов. Через какое-то время туда приехал Юрий Каспарян вместе с аппаратурой. И они записали черновик будущего альбома. А 15 августа Виктор Цой встал в 5 утра и отправился на рыбалку. Из милицейского протокола. Столкновение автомобиля «Москвич 2141» темно-синего цвета с рейсовым автобусом «Икарус 280» произошло в 12 часов 28 минут. Автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км в час. Водитель Цой Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть Цоя наступила мгновенно. Водитель автобуса не пострадал. Виктор Цой был абсолютно тресн накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. Анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем. Вероятно, от переутомления. Виктор Цой погиб в «Зените славы». Новость об этом вызвала настоящий истеричный траур среди поклонников. Несколько подростков даже покончили с собой. Но со смертью Цоя группа кино не закончилась. Официально она распадется только в декабре. А несколько предыдущих месяцев музыканты потратили на то, чтобы превратить записанные Цоем черновики в полноценные треки. Безымянный альбом, которым в народе получил название «Черный», многие критики считают лучшим в творчестве группы. Его издание тоже не обошлось без сюрпризов. Айзен Шпис решил, что группа с такой популярностью уже не имеет права выпускать подпольные кассеты. Поэтому он решил взять кредит и выпустить альбом огромным тиражом в полмиллиона экземпляров. И сразу на виниле. Тем самым он был одним из первых, кто нарушил государственную монополию фирмы «Мелодия». Все 500 тысяч копий были проданы в течение четырех месяцев. После трагической гибели Цоя его образ будто бы застыл. Он превратился в идеального героя своего времени. Он, как многие, не изменил своим убеждениям в 90-е и нулевые. Не попадал в скандалы и никогда не брал на себя роль судьи, чтобы плохо отзываться о других музыкантах. Когда его спрашивали, что он думает о той или иной группе, Цоя всегда отвечал – нормальная группа. И неважно, кто его спрашивал – журналисты или близкие друзья. Музыка Виктора Цоя обладает уникальной чертой. Она сочетает в себе простоту, танцевальность и глубокую лирику. Под его песни можно отрываться на дискотеке, их можно кричать на огромном стадионе или тихо петь на кухне. Поэтому ощущение, что Цой жив, до сих пор остается настоящим чувством уже для двух или трех поколений слушателей. Вы написали больше 6000 комментариев. Мы прочитали все комментарии, и было очень сложно выделить победителя. Мне понравились ваши истории, но решили отдать приз именно этому человеку. Я напишу тебе в Instagram и передам гитару. А если ты живешь в Питере, то лично встретимся. Всего хорошего.